МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем цикл наших бесед родителям о детях. И сегодня мы поговорим об очень такой же вотрепещущей теме, каковой являются капризы, детские капризы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До появления на свет второго ребенка я была уверена, что детские капризы это явление совершенно естественное и нормальное. Что иначе просто не бывает. Это вроде подтверждал и мой собственный детский опыт, и наблюдение за другими детьми. Хотя подозрение, что дело все-таки может обстоять иначе, начало закрадываться в мою голову еще до рождения дочки, во время учебы в Университете Дружбы Народов. Студенты-иностранцы, как, впрочем, и мы, курсы на втором, на третьем, принялись обзаводиться семьями. Но, в отличие от нас, у них не было под боком бабушек и дедушек, которые могли бы ухаживать за народившимися детьми. А отправлять малышей в далекую Африку или Латинскую Америку почти никто не хотел. Поэтому детей воспитывали сами. И практически все свободное от учебы время молодые родители проводили с маленькими сыновьями и дочками. Но при этом не сидели безвылазно в общежитии, не отключались от веселой студенческой жизни, брали детишек с собой на многочисленные национальные праздники и вечера, часто ходили с малышами в гости, засиживаясь там допоздна. И нигде эти дети не капризничали, никому они не мешали, осмысливая эти впечатления, а также мой собственный родительский и профессиональный опыт, я постепенно приходила к выводу, что в драме под названием «Детский каприз» ведущая роль принадлежит отнюдь не ребенку. Он только кажется здесь главным героем, который вьет веревки из остальных членов семьи, периодически ставя их в тупик своим напором и непредсказуемостью. В реальности главный действующий персонаж – это взрослый, прежде всего, мама. Именно от взрослого зависит ответ на сакраментальный вопрос «Быть или не быть детскому капризу». Но для начала необходимо уточнить, что же это такое – детский каприз. В литературе по психологии и воспитанию даются немного разные определения. Однако особых разногласий на данную тему, по-моему, не наблюдается. Владимир Даль в своем толковом словаре говорит, что в переводе с французского – это упрямство, упорство, причуда, привередливость, прихоть. Современное определение более наукообразное, но суть не меняется. Под капризом понимают необоснованное сопротивление советам и требованиям окружающих, стремление во что бы то ни стало настоять на своем, сопровождающиеся всплеском негативных эмоций, плачем и двигательным возбуждением, подчас принимающим форму истерии. Маленький ребенок может при этом упасть на пол, стуча по нему руками и ногами, или броситься с кулаками на «обидчика» в кавычках. Обычно капризы проявляются в отношениях с близкими, хотя сейчас, в связи с выраженным ростом вседозволенности и неизбежно сопутствующей ей неуправляемости, многие дети не церемонятся и с дальними. Если позволить ребенку манипулировать окружающими путем слез и истерик, то детские капризы начнут регулярно омрачать жизнь семьи. Как же избежать такого развития событий? Некоторые родители избирают тактику уступок, чтобы ребенок не огорчался и не капризничал. Разрешают ему фактически все. Опасные предметы убирают, слово нельзя стараются не произносить, на непослушание закрывают глаза. Но через некоторое время оказываются в тупике. Чем старше становятся дети, тем разнообразнее делаются их желания. И, естественно, далеко не всегда, как выражались в популярной кинокомедии, наши желания совпадают с нашими возможностями. Непривыкший к самоограничению ребенок часто попадает в стрессовую ситуацию. Даже если дома ему по-прежнему позволено все, что угодно. В других местах он не может вести себя как заблагорассудится. И это вызывает у него протест. В 2-3 года, когда дети еще совсем не умеют сдерживаться, такой протест может ярко выражаться и на людях. Ребенок закатывает истерику в магазине или, не желая уходить с прогулки, с криками валится на землю, брыкается, вопит на всю улицу. Уход из гостей, поход в цирк или в парк, поездка в транспорте, не говоря уж о посещении врача или о каких-то учебных развивающих занятиях, все превращается в проблему. В любой момент ребенок может раскапризничаться, родители живут в постоянном напряжении, и обстановка в доме нервная. А это еще сильнее повышает тревожность и раздражительность капризули, в результате чего у него может развиться невроз. Рано или поздно взрослые, как правило, приходят к выводу, что их уступчивость, а точнее баловство и потакание, идут ребенку во вред. Однако сами отнюдь не всегда уже могут изменить сложившиеся стереотипы поведения и уменьшить нервозность ребенка. Приходится обращаться к психологу, а то и к детскому психиатру, пить лекарства. Но и лекарственные препараты не снимают с повестки дня вопрос о необходимости установления рамок поведения и приучения ребенка хоть какой-то саморегуляции. Без этого хороших, устойчивых результатов не добьешься. Причем дети бывают очень рады, когда взрослые не дают им безобразничать. Хотя нынче часто можно услышать прямо противоположное. Дескать, чем запретнее плод, тем соблазнительнее будет он для детей. И вообще, дескать, дети теперь другие, свободные, раскрепощенные, они не терпят давления, ненавидят дидактику, запрещать им ничего не нужно, потому что будет только хуже. Однако в жизни я на протяжении многих лет вижу обратную картину. Да, бывают отчаянные негативисты, которых постоянно подмывает сделать что-то наперекор. Бывает и выраженная тяга к хулиганским поступкам, рано проявившаяся девиантность. Но, во-первых, среди маленьких детей так ведут себя, по крайней мере, по моим наблюдениям, пока еще единицы. Отклоняющееся поведение гораздо чаще встречается у подростков. А, во-вторых, девиантность, то есть страсть к поджогам, побегам, воровству, сексуальной расторможенности и прочее, обычно не свидетельствуют о хорошем психическом здоровье. Заметив такие симптомы у малыша, покажите его врачу. Если тот посоветует, полечите. Что бы ни говорили противники запретов, девиантное поведение ненормально. И оправдывать его, подводя философскую базу, не стоит. Сами дети, когда их состояние немного улучшается, и они становятся способны более или менее адекватно воспринимать происходящее, говорят, что они стараются вести себя хорошо, но на них словно что-то находят. Будто это не они, а кто-то другой действует за них. Будто чья-то злая воля толкает их гадким выходком. Для верующего человека понятно, что тут вполне могут быть и духовные корни. Однако большинство детей, слава Богу, не находятся в столь болезненном состоянии, когда человека неудержимо тянет козлу. И когда взрослые начинают устанавливать рамки дозволенного, ребенок достаточно быстро с этим свыкается. Дети вообще любят правила. Недаром они бывают так возмущены, когда в игре кто-то пытается нарушить правила. Они не любят занудство, это правда. И еще, конечно, дети не любят, когда их унижают. Но этого не любят и взрослые. А правила можно и нужно устанавливать, как говорится, вежливо, но твердо. Да и даже если бы дети не любили правила, от них все равно нельзя отказываться. Конечно, сообразуясь с возрастом и уровнем развития детей, их мнение нужно учитывать. Но оно не истина в последней инстанции. Ребенок далеко не всегда понимает, что для него полезно, а что нет. К примеру, уколы дети, конечно, не любят. Но если лечить ребенка, исходя из его детских вкусов и желаний, то эффективной медицинской помощи малыш не получит. Хотя, конечно, лучше по возможности дать не откровенно горькое лекарство, а пилюлю в сладкой оболочке. Точно так же и в воспитательных вопросах. Нельзя ставить мнение ребенка во главу угла. Сравнение с медициной тут не просто метафора. Педагогические ошибки порой отражаются на здоровье ребенка не менее пагубно, чем неправильное лечение. С темой нашего разговора это связано напрямую, поскольку при так называемом свободном воспитании, подразумевающем отсутствие требований со стороны взрослых, у ребенка не формируется тормозной процесс, умение умерять свои желания и порывы. А ведь без этого невозможно формирование здоровой психики. В результате нормальное психическое развитие начинает задерживаться. Часто возникают расторможенность и серьезные проблемы с концентрацией внимания. Это, в свою очередь, затрудняет социализацию и обучение ребенка. Неудачи расстраивают и невротизируют его еще больше. Перевозбуждение растет, выливается в капризы, истеричность и нервные срывы. Поэтому, чтобы предупредить капризы, детские психиатры советуют своевременно приучать детей к некоторому самоограничению. К году или чуть позже ребенок должен обязательно знать слово нельзя. Причем не просто знать, а адекватно на него реагировать. Услышав запрет, остановиться хотя бы на время, перестать делать то, что взрослый не разрешает. Это один из важных показателей нормального торможения, нормального психического развития ребенка. И, кстати, залог его безопасности. Для выработки такой реакции у родителей слова не должны расходиться с делами. Когда же мама с папой, выражая недовольство, все-таки позволяют малышу добиться нарушения запрета, они фактически дают ему установку на непослушание. Причем их недовольство играет в данном случае деструктивную антивоспитательную роль. Ребенок видит, что можно не слушаться даже тогда, когда мама с папой явно сердятся или огорчаются. То есть он с измольства привыкает плевать и на слова, и на чувства родителей. Привыкает жить без тормозов и ставит свои желания превыше всего на свете. Поэтому, если вы сказали ребенку нельзя, необходимо добиться выполнения запрета, невзирая на капризы и истерики. А в другой раз, если ребенок и сам уже воздержится от того, что вы не разрешаете, обязательно его похвалите, приласкайте, подкрепите правильное поведение. После года, научившись как следует ходить и соответственно получив гораздо большую, чем раньше, свободу перемещений и познания мира, ребенок начинает стремительно осваивать область человеческих взаимоотношений. Он пытается понять границы дозволенного, пробует родителей на крепость, что будет, если покричать, уступят или нет. Очень скоро капризы могут выражаться уже не только плачем и криками. Не получив желаемого, ребенок пытается драться, кусаться, швыряет вещи. Но что с этим делать? Не могу же я в ответ тоже драться? Порой восклицает мама, предварительно рассказав, как ее крошка сын, чуть что не по нему, бьет ее, норовя ударить по лицу. Ответ же на вопрос что делать прост и в то же время неоднозначен. Не позволять. А если не слушается, то наказывать. Соответственно, возрасту и особенностям психики. На одного малыша достаточно просто строго посмотреть, погрозить пальцем и сказать, маму бить нельзя. Кого-то надо еще снять с рук, а кого-то и подшлепнуть. Все это на самом деле не наказание, а скорее символы наказаний. Шлепок по попке, укутанный памперсом, не причиняет ребенку боли, но зато четко выражает отношение к его поступку. Слова же, особенно когда их много, часто не доходят до сознания малыша. Даже когда ребенок уже хорошо говорит, совсем не обязательно, что он все понимает, и главное, понимает как надо. Ему необходимы иллюстрации сказанного, положительное или отрицательное подкрепление. Между прочим, установка маму и других взрослых бить нельзя в значительной степени снимает и проблему капризов, которые особенно бурно развиваются на фоне так называемых партнерских отношений, когда в семье не соблюдается иерархия взрослый ребенок. Вы караете, наказываете, призываете к порядку, а он пытается сопротивляться. И такая попытка физического сопротивления обязательно должна быть подавлена, чтобы впоследствии он, набравшись сил, действительно не затевал с вами драк. Ну, что еще способствует развитию капризности? Об одной важной ошибке родителей предупреждал еще апостол Павел в послании к эфесянам. Давая наставления христианам, как им вести себя с близкими, он обращается к детям со словами «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Но тут же указывает и родителям пределы их власти, дабы она не превращалась в тиранию и самодурство. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это очень важное указание, поскольку порой родители действительно раздражают детей придирками, шагу не дают ступить без указаний, не терпят никаких возражений и стремятся, не сообразуясь с обстоятельствами, непременно настоять на своем. Если ребенок, особенно мальчик, схож характером с таким родителем, очень быстро возникает конфликт. При этом в учении и наставлении Господнем детей не воспитывают, а подают пример мелочного упрямства и своеволия. Подрастая, ребенок, естественно, перенимает эту модель, а взрослые винят друг друга или разводят руками, в кого он такой капризный и своенравный. Капризность развивается и в результате гиперопеки. Чрезмерная забота и внимание тоже перенапрягают детскую психику. Родители спрашивают, в чем тут дело? Чего чаду еще не хватает? Ведь кроме птичьего молока у него, казалось бы, есть все, но гиперопека не дает ребенку нормально взрослеть, провоцирует с одной стороны инфантилизм, нежелание вести себя ответственно, а с другой часто протестные реакции, самоутверждения путем все тех же пресловутых капризов. И потом постоянно находиться в фокусе внимания окружающих очень утомительно, даже для взрослого человека. рано или поздно захочется отдохнуть, побыть одному. А бывают так называемые капризы безнадзорного. И очень часто такие капризы проявляются в семьях, где отсутствует последовательная система поощрения наказаний. Отсутствует там обычно и глубокое понимание ребенка, нет интереса к его внутреннему миру. он воспринимается как проблема, порой даже как досадная помеха. И он действительно мешает, не дает маме поговорить с папой, когда тот приходит с работы, в гостях ведет себя безобразно, портит настроение на прогулке. Только первично здесь не его поведение, а отношения взрослых. Депривация, то есть нехватка любви и поддержки, наверное, как ничто другое разлаживает поведение ребенка. И без изменения отношения к нему, а также без установления подходящей для данного конкретного ребенка системы поощрения наказаний, с капризами бороться очень трудно. Часто дети растут капризами в семьях, где нет согласия в вопросах воспитания. Ребенок в такой обстановке становится объектом манипуляции. Мама наказывает, бабушка тут же «иди ко мне, миленький, я тебя пожалею». А то и дискредитирует мать в глазах ребенка, выставляя ее неумехой и психопаткой. Чтобы приноровиться каждому воспитателю, всякий раз требуется определенная психическая перестройка. Многие дети этого не выдерживают. Недаром даже в более позднем возрасте, в начальных классах ребят почти по всем предметам учит одна учительница. В кризисные периоды развития, когда ребенок становится особенно чувствительным к оценкам взрослых, капризы могут усиливаться. И тогда очень многое зависит опять-таки от вашей реакции. Нужно расширять поле самостоятельности ребенка, смягчать острые углы, несколько снижать требования. И, конечно, надо стараться понять ребенка. В завершение вернемся к вопросу, с которого мы начали нашу программу. Почему же наши дети капризничали, а иностранные нет? Дети были самые обычные, а психологов среди студентов, с которыми я училась, вообще не было, поскольку в университете дружбы народов не имелось такого факультета. Думаю, ответ лежит в иной плоскости. Студенты эти были из развивающихся стран, где традиционное общество еще не успело сдать своих позиций под напором западной масс-культуры. Почти все они происходили из многодетных семей с сильными межпоколенными связями. С детства привыкнув нянчиться с малышами, они не видели в этом проблемы и понимали детей гораздо лучше, чем мы, в основном выросшие в младетных семьях. К сожалению, нам сейчас приходится идти обратным путем от теории к практике. Традиции многодетности почти утеряны. Но будем надеяться, Бог даст, и русские семьи будут становиться многодетными. И в количестве детей, и в качестве воспитания будем надеяться, мы постепенно сможем приблизиться к задумке Творца. У святого Иоанна Златоуста есть слова, которые мне очень нравятся. Я вам их сейчас процитирую. Часто многие из отцов делают все и принимают все меры, чтобы у сына был хороший конь, великолепный дом или дорогое поместье, а о том, чтобы у него была хорошая душа и благочестивое настроение, нисколько не заботятся. Это и расстраивает всю Вселенную, то, что мы не родим о своих детях, заботимся об их богатстве, а душой их пренебрегаем, допуская крайне безумное дело. А теперь переходим к Блиц педагогике. Вот пишет Екатерина из Перми. У нас младенец 10 месяцев, мы не хотим его баловать. Очень любим сына, но ведем себя строго. Кричит предложим еду, не берет уходим. Накричится минут через 20 предложим еду снова. Муж иногда говорит, что мы жесть, но ведь иначе малыш станет нами манипулировать, правда? Ну, я думаю, что вы, Екатерина, забегаете далеко вперед. Все-таки ребенок еще очень маленький, такой ребенок, как правило, не капризничает еще. Его крики свидетельствуют о том, что есть какой-то дискомфорт, он не может выразить словами, что он чувствует, совсем еще не может. Поэтому тут лучше проанализировать какие-то обстоятельства его жизни. Так бывает, что дети, например, сильно проголодавшись, отказываются от еды и кричат, может быть, надо раньше его кормить. Пишет Ольга из Латкарина. В школе сыну показали спектакль о правах ребенка и предложили рассказывать преподавателям, если родители дома обижают и нарушают эти самые детские права. Я теперь и наказывать сына боюсь. Подскажите, что делать? Ну, во-первых, я думаю, что надо не бояться, потому что он быстро поймет и начнет шантажировать. А лучше с одной стороны, к сожалению, это не очень, конечно, хорошо, но придется ему сказать, что бывает, если дети жалуются, что они могут оказаться в детском доме, сказать о том, как грешно доносить, тем более доносить на родителей. А еще, я думаю, имело бы смысл пойти в школу и возмутиться, по какому праву там показывают такие спектакли, после которых дети начинают вот таким образом воспринимать свои права. То есть это провокация вообще-то называется. Пришло время прощаться. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»